Коллеги, добрый день! Рада приветствовать вас на нашем очередном вебинаре. Ведущими данного мероприятия буду я, Колотова Юля, и Боксбергер Ирина, наш эксперт в области автоматизации складской логистики. Ну а поговорим мы сегодня о автоматизации складов интернет-магазинов. Для начала я скажу несколько фактов о компании, далее уже углубимся в тему вебинара, я передам слово Ирине, ну а в конце мы пообщаемся с вами и ответим на все ваши вопросы. Коллеги, несмотря на период отпусков, у нас вновь рекордное количество регистраций, а это все потому, что данная тема очень актуальна. Мы начинаем. Наша компания была основана в 1998 году, и все это время мы занимаемся разработкой и внедрением программных продуктов для автоматизации складской и транспортной логистики. Расположены мы в трех городах, наш центральный офис находится в Москве, и также есть офисы в Кирове и в Красноярске. В штате более 250 человек, и это позволяет нам вести до 40 проектов одновременно. Нашими флагманскими продуктами на сегодняшний момент является Axelot WMS-X5, система управления складом, это, кстати, наше пятое уже поколение системы, и Axelot WMS-X4, система управления транспортом и перевозками. Помимо разработки мы, конечно же, уделяем особое внимание и развитию наших программных продуктов и тратим на это более 10% выручки. За все успешное время работы нашей компании мы автоматизировали более 20 тысяч рабочих мест. На сегодняшний момент являемся лидерами российского рынка WMS уже на протяжении 9 лет подряд по количеству реализованных проектов и по объему продаж. Мы крупный IT-холдинг, который входит в несколько компаний. Это компании Gradum, Datorion и Axelot Tech. Компания Gradum занимается внедрением ERP-систем, компания Datorion является разработчиком интеграционных решений, но Axelot Tech поставляет все необходимое оборудование под ключ. И, кстати, что касается оборудования, то как раз таки Zebra является производителем такого оборудования, как терминалы сбора данных, принтеры печати этикеток и не только. Это экстрим-производитель Wi-Fi оборудования, но Яндекс.Маршетизация и сети ГИП – это картографические сервисы, которые мы используем в наших ТМС-проектах. Помимо разработки у нас есть также внутренние проекты. Это учебный центр и библиотека Axelot, в рамках которых мы делимся своим опытом и знаниями с нашими клиентами. Выпускаем научную литературу, проводим всяческие мероприятия и вебинары, выкладываем на свой YouTube-канал. Коллеги, ну и, конечно же, хочу подытожить все вышесказанное и выделить преимущества нашей компании, то, чем мы отличаемся от всех остальных. Мы являемся стабильны и финансово устойчивы, и даже в период кризиса мы сохраняем лидерские позиции. Мы являемся лидерами российского рынка ВМС. Конечно же, хочу выделить нашу отраслевую экспертизу. Мы реализуем более 100 проектов в год, и после завершения проектов мы не расстаемся с нашими клиентами, а оказываем постпроектное сопровождение, в том числе в режиме 24 на 7, что для многих очень удобно. Ну и, конечно же, хочу выделить несколько проектов, которые мы уже реализовали. Например, проект компании «Глобус». Мы автоматизировали их интернет-магазин, и отбор товара происходит из торгового зала. Компания «Рандеву» занимается парфюмерией и косметикой, и благодаря внедрению нашей системы управление складом происходит сейчас в режиме реального времени. Компания «Олланд» занимается продажей товаров для будущих мам и детей. У них много розничных магазинов, и на складах компании мы внедрили сначала нашу третью версию системы, а далее произвели апгрейд до пятой. Коллеги, ну а сейчас предлагаю уже более поподробно поговорить о функционале нашей системы, и хочу передать слово Ирине. Ирина. Юлия, спасибо. Коллеги, добрый день. Еще раз представлюсь. Меня зовут Ирина Бурксбергер. Я являюсь консультантом направления складской логистики. И сегодня мы поговорим о автоматизации складов интернет-магазина. План нашего вебинара вы видите на экранах. Мы поговорим о том, как подготовить складку онлайн-торговли, как справиться с увеличением количества заказов и выполнять отгрузку в срок, как простить работу с возвратами, поступающими на склад. А также мы поговорим об особенностях входящего и сходящего потока, о выполнении сборка, повышении уровня эффективности. И рассмотрим на примере системы ВМС-X5 о выполнении задач. Интерес к онлайн-торговле в последнее время значительно вырос. Большинство покупателей перешли к онлайн-торговле. Все интернет-магазины можно поделить на несколько групп. Такие как дарксторы, интернет-магазины, которые располагаются на базе супермаркетов вблизи дома. О таких интернет-магазинах мы говорили на одном из прошлых вебинаров. Интернет-магазины Marketplace – это крупные интернет-магазины, у которых нет своего оффлайн-магазина, но занимаешься продажей большого ассортимента товаров. Именно о таких интернет-магазинах мы сегодня поговорим. Склад интернет-магазина – это, по сути, розничный магазин. На таких складах, как я уже ранее сказала, большой ассортимент разнообразных товаров, характеристик, размеров, цветов и так далее. Каждому клиенту требуется свой подход. Оперативно иметь информацию на складе и на сайте о данных по остаткам и обо всех изменениях. Системы хранения на складах интернет-магазина отличаются от складов распределительных центров. Здесь меньше используется стеллажное хранение с многоуровневым размещением палет. Здесь большой ассортимент, который требует увеличения зоны отбора и, как правило, установки различных мезонинов и полочных стеллажей. Размер полок и габаритов зависит от товаров, размещаемых в мире. Целесообразно использовать полки, либо боксы разных размеров, которые можно заменить в соответствии с ассортиментом. При использовании, например, сезонных товаров зимняя одежда большего размера, используем полки больше, летняя одежда размера меньше, можно заменить на боксы меньшего размера и размещать больше ассортимента. Хранение собранных заказов также отличается от хранения на больших распределительных центрах. Здесь используются полочные стеллажи для хранения заказов, которые отгружаются поштучно, либо самовывозом. Также напольное хранение для возможности комплектации собранных заказов по одному, например, рейсу. В таком случае можно собрать на поле все заказы, которые будут отправлены одной транспортной компанией. На складах используется тара для сборки заказов. Заказы, как правило, собираются в короба либо боксы, а уже потом в зоне упаковки и контроля выполняется их укладка в короба для отгрузки. Тара применяется оборотная. Также используются различного рода тележки для возможности выполнения сборки нескольких заказов одновременно. Немного о терминалах сбора данных. На слайде вы видите терминал сбора данных с браслетом на руке и сканером на пальце. Все такие терминалы позволяют сборщику работать двумя руками. Ему нет необходимости держать терминал в руке, всю информацию он видит, при этом вторая рука, так скажем, тоже свободна. А также используются сенсорные терминалы для того, чтобы видеть больше информации и меньше листать по экрану. На сенсорных терминалах дополнительно можно вывести картинку и много другой информации. Переходим к внутренним процессам склада и немного поговорим о приемке. На складе могут использоваться различные варианты приемки, такие как приемка с пересчетом. Это приемка, которая выполняется с пересчетом каждой товарной позиции, с проверкой качества и указанием количества. Такую приемку могут применять как с терминалом сбора данных, так и на рабочих местах. Процесс доверительной приемки, он отличается тем, что сотруднику нет необходимости пересчитывать, есть товарный состав, он сканирует штрих-код с места хранения, полученного от поставщика, и система отображает информацию по составу этого места хранения. Он визуально проверяет доверительная приемка, возможно, в том случае, если поставщик в своей системе маркирует места хранения отгружаемые и передает вам эту информацию. Приемка по структурному штрих-коду от поставщика для Монополе также возможна. Она немного схожа с доверительной приемкой. Здесь сотрудник сканирует структурный штрих-код, на экране отображается вся информация по составу палета. Процессы возмещения. В связи с тем, что, как мы уже ранее сказали, на складе используется мало палет, и размещение целыми палетами применяется редко. То, в первую очередь, размещение выполняется с раскладыванием по составу. Система находит в зоне сборки такой же товар и размещает принятый товар к нему докладыванием. Система также позволяет учитывать вместимость по объему, либо по количеству, и учитывает эту вместимость при планировании размещения. Размещение целыми палетами используется, когда принятый монополет и принимается в большом объеме товара. Также при планировании размещения система анализирует зонирование по классификации АБЦ. Товар высоко оборачиваемый, соответственно, планируется на размещение в зону и ячейке класса А, ну и по остальным классам в соответствии. Процесс пополнения также применяется на складах. Здесь используется несколько вариантов пополнения, ну, такое, как предварительное. Это пополнение, которое выполняется заранее до максимального значения товара в зоне отбора. Такой вариант может применяться для товаров класса А, которые высоко оборачиваемые и, естественно, отгрузятся там за определенный период. Товары класса С, а также сезонные товары пополнять предварительным пополнением нет необходимости, поскольку этот товар может быть не отгружен, но он займет целую ячейку. Пополнение под потребность в заказах – это горячее пополнение, которое может использоваться как под конкретный заказ, раз система планирует пополнение автоматически, так и под группу заказов, например, по регламенту раз в час, по всем заказам, которые есть на текущий момент в системе, она суммирует потребность и выполняет пополнение. Процесс вытеснения – это как раз-таки перемещение из зоны отбора товаров сезонных и малооборачиваемых, которые за определенные времена не отгружались и не перемещались на складе. Они вытесняются в зону хранения, либо в отдельно выделенную зону для таких товаров. Процесс уплотнения позволяет совместить несколько одинаковых остатков в одной ячейке. Переходим к сборке заказов. В системе предусмотрены различные варианты установки приоритетов. Система имеет пять критериев приоритета. Это критичный, важный, обычный, низкий и свободное время. В зависимости от того, какие требования выставляет клиент, какие сроки доставки выставляются, а также статус клиента, оплата и другие показатели, которые могут быть дополнены на складе, система выставляет тот или иной приоритет для сборки заказов. При получении заказов на отбор на ТСД сборщик получает, в первую очередь, критичные заказы с ближайшим сроком доставки, а уже потом получает заказы с меньшим приоритетом. В системе предусмотрено несколько вариантов отбора, которые применимы на складах интернет-магазина. По заказной используется редко, но все же используется, и о нем нужно сказать. По заказной отбор – это когда один комплектовщик собирает один заказ. Это занимает больше времени, но используется, когда заказ критичный, либо заказ от вип-клиента и так далее, который требует оперативности. Групповой отбор – отбор, который одновременно позволяет собрать заказы по группе. Группы объединяются предварительно, групповой отбор может быть совмещен с отбором по рейсу. Отбор по рейсу также группы объединяются предварительно, заказы, которые отгружаются в одном рейсе, объединяются в один ползадач, и сборщик выполняет одновременно весь отбор. Групповой отбор выполняется в два этапа. Сначала сборщик собирает все товары по потребности всех заказов в один общий короб, затем выполняет их сортировку. И последний вариант – кластерный отбор, который также применим на складах интернет-магазина. Он позволяет одновременно сборщику выполнять от одного заказа до неограниченного. Здесь ограничения могут быть только особенностями складской площадки, то есть проходы, проезды для того, чтобы сборщик мог прокатить тережку с коробами для заказов в проход зоны отбора. Еще хотелось бы отметить по кластерному отбору, здесь нет необходимости группировать заказы предварительно. Заказы группируются в момент получения задач. Под каждый заказ сразу выделяется отдельный лоток и не требуется дополнительно выполнять сортировку. И перейдем к контролю и упаковке. Контроль выполняется, как правило, на рабочих местах и совмещается с упаковкой. Для того, чтобы не выполнять двойную работу, как я уже говорила, на складах интернет-магазина используется оборотная тара для сборки заказов. И в зоне контроля и упаковки сотрудники перекладывают из контейнера уже непосредственно короб для отгрузки. На этапе контроля осуществляется укладка, упаковка дополнительной стекла в пленку, в дополнительные короба и так далее. Сотрудник проверяет качество товара обязательно на этапе контроля, чтобы не отгрузить брак и затем потом не получать возврат. И при необходимости выполняет замену бракованных позиций. Также впечатают сопроводительные документы и упаковочные листы. Доставка до клиентов выполняется как курьерская, так и доставка почтой, а также различные пункты самовывоза. Здесь на этапе доставки могут быть оформлены возвраты. Как раз таки о том, как же снизить количество возвратов и обрабатывать его. В момент отгрузки заказа со склада заказ не принимает статус отгружен и товар не списывается со старта в систему. Заказ принимает статус, например, товара в пути и до момента получения заказа клиентом не отгружается. В момент передачи заказа клиенту в случае выявления брака, либо просто клиент отказался от товара, сотрудник, который выдает заказ на отгрузку, он постучно выполняет непосредственно отгрузку. Остальной товар возвращается на склад. Здесь, соответственно, возвращенный товар на склад сразу планируется в размещении и не требует дополнительной приемки и проверки. Немаловажный момент – это взаимодействие с клиентом. Клиенту важно знать статус обработки его заказа. Посредством интеграции система ВМС передает информацию в корпоративную систему, а также на сайт и, соответственно, позволяет взаимодействовать с клиентом таким образом. Как я уже сказала, интеграция – важный момент взаимодействия с клиентом. ВМС может быть интегрирована с корпоративной системой, с системой управления нормативно-справочной информацией, также непосредственно с сайтом и так далее. Важной частью интеграции может быть система шиноданных, как, например, дотарион USB, используемая нами, либо любая другая шина. И внутренние процессы склада, о которых мы еще не поговорили, это инвентаризация. Также немаловажный момент. Выполнение инвентаризации – это важный этап на любом из складов, особенно на складе интернет-магазина. Инвентаризации могут быть плановые и срочные. Плановые инвентаризации выполняются по регламенту, по товарам, по ячейкам, по зонам и в определенный период времени. Раз в неделю выполняется пересчет конкретной группы товаров и так далее. Срочные пересчеты выполняются в том случае, если произошла проблема при выполнении отбора либо при выполнении размещения. Когда сотрудник при отборе не нашел товар, он фиксирует эту информацию на ТСД и сразу же должна пройти инвентаризация, чтобы в последующем этот товар не планировать в отбор и уведомить клиентов сайта об его отсутствии. Аналогично при размещении. Если при выполнении размещения товар в ячейку не вмещается, либо там стоит другой товар, который не числится. Еще один вариант инвентаризации – это изменение качества товара. Оно может быть ручное и автоматическое. Автоматическое изменение качества товара выполняется, когда товару истекает срок годности. Система автоматически меняет состояние с годного на просроченный либо истекающий срок годности в зависимости от настроек. Ручное изменение качества товара выполняется в том случае, если при выполнении задач на складе сотрудник нашел бракованную позицию. Он выполняет изменение качества товара для того, чтобы система не планировала в отбор эти позиции. На этом презентация завершается. Сейчас мы перейдем к демонстрации системы. Итак, переходим к демонстрации системы. На ваших экранах вы видите систему WMS X5. На начальной странице у нас отображается монитор диспетчера склада, который показывает динамику по документам исходящего потока на текущий день. В WMS в левой части экрана выделены разделы. В каждом разделе располагается информация, относящаяся к этому разделу. Например, в разделе поступления у нас все документы, задачи, которые относятся к входящему потоку. В разделе «Онгрузка» все документы и задачи, которые относятся к исходящему потоку. Переходим к списку поступлений. В списке документов поступлений отображается информация по дате поступления, статусу, типу и контрагенту. Перейдем в сам документ, в шапке документа. У нас опять же информация, полученная из корпоративной системы. Это номер URP, контрагент. Приоритет может быть выставлен дополнительно либо загружен из корпоративной системы. Как я и говорила, имеется пять приоритетов. Дата поступления заполняется для того, чтобы можно было спланировать работу склада. В табличной части у нас информация по товарному составу поступающему на склад и количество. Перейдем к выполнению приемки. Открываем терминал сбора данных. Проходим авторизацию. Для начала выполнения приемки необходимо отсканировать штрих-код ячейки ворот, на которых выполняется приемка, и выбрать документ из списка либо отсканировать его штрих-код. Выбираем документ из списка. Сканируем ячейку, на которой выполняем приемку. Далее необходимо ввести место хранения, в котором будет принят товар, пересчитан. Место хранения можно создать с терминала сбора данных, и этикетка будет в последующем распечатана на принтер зоне приемки. Выбираем этикетку. Неправильное место хранения. Сканируем штрих-код товара. И далее система переходит к лоду количества. Упаковку принимаемую и состояние система фиксирует автоматически из документа поступления. Если необходимо выбрать другую упаковку либо другое состояние, то сотрудник нажимает на кнопку и выбирает другое состояние. Вводим количество. Далее при необходимости печатать этикетки на товар, если товар получен, не маркирован, система переходит к запросу количества этикеток и принтера. Если этикетки не нужны, нажимаем кнопку «Воход». И запрос на завершение приемки места хранения. Если в место хранения больше ничего не принимается, мы завершаем приемку. И здесь необходимо распечатать этикетку места хранения. Сканируем штрих-код принтера. Система выставляет на принтер этикетку. Сейчас мы этикетку откроем и посмотрим ее на экране. Скидка у нас выглядит таким образом. В нижней части экрана отображается информация по месту хранения. В верхней части экрана система заполняет дополнительную информацию по наименованию товара, принятому. И далее мы переходим к приемке следующего места хранения. Выполняем также «Создать». Товар может быть выбран из списка. Войдем количество и совершаем приемку. Далее снова сканируем штрих-код принтера. И посмотрим этикетку. А здесь на этикетке отобразилось наименование товара, который мы приняли. А также номер места хранения и его штрих-код. Для завершения приемки мы нажимаем кнопку «Выход». На этом процесс приемки завершен. И покажу выполнение отбора на терминале сбора данных. Заказы загружаются из корпоративной системы так же, как и документ поступления. и имеют свои статусы. Статус «Отобран» означает, что заказ уже собран. Статус «Передаем отбор» обозначает, что заказ находится в очереди на отборку. Открываем очередь задач «Отбор». Здесь по настройкам в моей системе необходимо ввести количество отбираемых заказов. Будем отбирать три. И далее системы автоматически генерируют этикетки на сборку и запрашиваются под принтером. Мы печатаем эти этикетки. Сейчас посмотрим, какая информация отобразилась на этикетке. На этикетке отображается информация по номеру заказа, штрих-код самого короба, а также дополнительные реквизиты, которые могут быть использованы. Наименование клиента, адрес, транспортная компания, которая отправляет, либо другой вариант доставки и так далее. Также здесь есть порядковый номер полученного заказа для того, чтобы спорщику было оперативно и удобно найти нужный ему короб. Переходим к выполнению приемки отбора. Для выполнения отбора сканируем штрих-код ячейки. Для оперативности выполнения сборки система короб пропускает. Сборщик в ячейке находит нужный короб и далее сканируем штрих-код товара. Вводим количество. Здесь хотелось бы обратить внимание, что система количества суммирует по полученным заказам. Здесь у нас вариант кластерного отбора с сортировкой. Поскольку, как я говорила при презентации, не везде склад позволяет разместить тележку с коробами в зоне отбора. Мы выполняем сборку в один короб, а потом выполняем сортировку. Взяли первый товар, далее переходим к отбору следующего товара. Товар можем выбрать из списка доступных и вводим количество. После чего система переходит к выполнению сортировки. Отобранные товары мы сортируем по коробам. Сканируем штрих-код товара, дальше сканируем ячейку, и на экране отображается короб, в который необходимо переложить отобранный товар. Здесь вот как раз-таки в скобочках мы видим цифру 3, которая была отображена на этикетке. Выполняем дальнейшую сортировку. Система подсказывает товар, который нужно рассортировать, но сборщик может взять любой другой товар, который ему ближе. Завершаем сортировку, после чего собранные короба перемещаем в зону контроля и размещаем их на поддон. Дальше выполнение операции уже... Дальше операция выполняет контролер, сотрудник, который занимается контролем и упаковкой собранных заказов. После того, как мы переместили на поддон, система переходит к получению следующего полузадачи. Отобранные заказы приняли статус «Отобран» и доступны для следующего этапа их обработки. Информация по факту отбора передается в корпоративную систему и на сайт в зависимости от интеграции. На этом демонстрацию системы я завершаю. Всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok